Другим новостям. В 2018 году число занятых в индивидуальном и малом бизнесе должно достигнуть 20 миллионов человек. Такую задачу поставил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Речь в частности шла о поддержке предпринимателей, особенно так называемых самозанятых, которые, как правило, нигде не зарегистрированы и не платят налоги. Президент считает, надо вывести этот сектор экономики из тени, действуя при этом не запретами, а созданием соответствующих условий. Еще одна важная тема – состояние российских дорог. Чтобы привести их в порядок, выделяются значительные средства. Все подробности в репортаже Георгия Альсашвили. Заседание Совета началось с обсуждения вечной темы – проблемы российских дорог. Как отметил президент, качество обслуживания федеральных трасс в целом растет. Это заметно и по состоянию самих дорог, и по статистике ДТП за последнее время. Важнейшим результатом модернизации федеральной дорожной сети стало снижение смертности из-за дорожно-транспортных происшествий. Да, но, кстати говоря, мы пока еще не добились того, чего должны добиться к 2018 году в соответствии с известными майскими указами. Там была поставлена задача к 2018 году, если вы помните, снизить смертность на дорогах до 10,6 случаев на 100 тысяч населения. У нас снижение есть, но вот этого показателя мы пока не добились. Совсем иная запущенная ситуация с региональными и местными дорогами даже в городах-миллионниках. По словам Владимира Путина, необходимо к 2018 году привести в порядок половину региональных дорог, а к 2025 – 85%. Причем ремонт, даже ямочный, надо проводить с использованием передовых технологий и материалов. Для этого Минстрою поручено в короткий срок разработать и принять нормативные акты и стандарты, а 10 городов получат по 500 миллионов рублей на улучшение проблемных участков. Кроме того, в дорожные фонды 25 регионов пойдут деньги, собранные за счет повышения акцизов на топливо. Мы предлагаем перераспределить без каких-либо дополнительных средств тот рубль, который был по решениям этого года об увеличении акцизов направлен в дорожные фонды субъектов федерации через Федеральный дорожный фонд как раз на те же субъекты, которые будут участвовать в этом проекте. И таким образом общий объем трансферта составит порядка, перераспределяемый через Федеральный дорожный фонд, 40 миллиардов рублей ежегодно. Как мы и говорили, так, чтобы этот рубль не размывался в бюджетах субъектов. Как раз перераспределение его через Федеральный дорожный фонд позволит и Минтрансу, и Минфину жестко контролировать, чтобы он был направлен именно на реализацию этого проекта. Это хорошо, что контроль, но так, чтобы мы по дороге деньги там не потерялись нигде. Из одного венуста в другой там будут гулять, чтобы нигде там ничего не оседало. Чтобы не получилось так, что забрали рубль, а в регион отдали полтенек, 50 копеек. Вот так, чтобы не получилось. То есть нужно строгий учет этих денег. И, как я уже говорил, нужно, чтобы люди видели, что происходит. Информация должна быть. Приведение дорожной сети в порядок – лишь одна из задач. Президент обратил внимание министра внутренних дел на участившиеся случаи грубого нарушения правил дорожного движения. Автохамы все чаще попадают в поле зрения. Их снимают простые водители. И эти съемки можно и нужно использовать в судах. Чрезвычайная ситуация у нас в этом отношении важна. И мы видим, сколько здесь, не хочется даже говорить, это лучевой, лучевой об этом скажется. Сколько хамства там на дорогах и всяких безобразий. Нужно, чтобы органы власти реагировали на такие проявления. В настоящее время совместно с Минском связи мы разрабатываем технические правовые основы, позволяющие упростить процедуру привлечения к ответственности нарушителей правил дорожного движения на основании отснятых гражданами видеоматериалов. Для этого будет необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, установить на смартфоне или планшет бесплатную программу, зафиксировать с ее применением факт нарушения и переслать этот файл. Другая тема совета – поддержка малого и среднего бизнеса. Сейчас в этом сегменте трудится 16,5 миллионов человек. Но никто точно не знает, сколько в так называемой гаражной экономике. За общим термином «самозанятость» миллионы людей, которые работают в автосервисах, шьют одежду, занимаются мелким ремонтом и строительством. Неофициально. То есть налоги и социальные взносы не платят. Таким людям, по словам Путина, необходимо создать нормальные условия для легальной работы. Мы неоднократно обсуждали, вот сейчас только что с Дмитрием Анатольевичем на этот счет говорили, и на партийных форумах в рамках «Единой России», и на площадках ОНФ, говорили о необходимости на определенный период, скажем, года на два, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и обязательных взносов, с тем, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы, и чтобы это не было для них обременительно. И, конечно, следует исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством. В этой связи, Владимир Владимирович, вот как раз ваше поручение о подготовке соответствующего закона, который освобождал бы и от возможной ответственности за так называемое незаконное предпринимательство, и от налоговых обязательств на 40 до 3 лет, такой проект готовится, и вот в четвертом квартале этого года будет внесен. В президентский совет по стратегическому развитию входят премьер, члены правительства, спикеры обеих палат парламента, полпреды в федеральных округах и представители бизнес-сообщества. Всех участников заседания Владимир Путин призвал выделить наиболее острые проблемы и распределить сферы ответственности так, чтобы проблемы эти решались эффективно и в срок. Нам нужно исходить из того, что у нас реально есть, но цель нашей работы в таком виде заключается в том, чтобы вычленить наиболее важные направления, на них ресурсы сконцентрировать, в чем-то, может быть, там методы работы поменять, поставить в повторяющий раз вот эти целевые ориентиры и проверить, как они исполняются. В целом же, отметили на совете, малый бизнес в России уже сегодня производит 100 тысяч наименований товаров и постепенно выходит из сферы услуг в высокотехнологический сектор. И здесь остро встает вопрос лицензирования, ведь нередко речь идет о сложной и дорогостоящей продукции. Поскольку средние и малые, и средние компании поставляют, как правило, не конечный продукт, а определенные комплектующие части, эти комплектующие части должны по своим качественным характеристикам бесспорно удовлетворять финишные продукции. Стоимость сертификации со стороны крупных компаний иногда становится заградительной для среднего и малого бизнеса. Поэтому, наверное, мы будем просить вашего поручения для того, чтобы рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство или нормативные акты. Подводя итог, Владимир Путин вернулся к теме освобождения самозанятых граждан от налогов на 2-3 года. По словам президента, это будет сделано в ближайшее время. Георгий Лисашвили, Дмитрий Кочетков, Ольга Меркулова, Наталья Курган. Первый канал.